Для объективной оценки знаний ЕГЭ проводят не в родной школе. Один из обязательных экзаменов – русский язык – сдавали во второй и четвертой школах. Всего 188 выпускников. На экзаменационную работу по русскому языку дается 3,5 часа. Для поступления в ВУЗ необходимо набрать не меньше 36 баллов. Это минимальный проходной порог. Мы узнаем у ребят, как они готовятся. Привет, как готовилась? Очень опорно готовилась. Надеюсь на свои силы. Но, знаете, в каждом ученике, наверное, есть такая нотка сомнения, что вдруг что-то не то, вдруг тяжелый ким. Но я все-таки думаю, что все будет хорошо, и мы все напишем. Занятия с репетитором, учителя помогают, с родителями дома. Если есть какие-то вопросы, то тоже есть помощь хорошая. А так в основном сам. Наполнение есть, но есть уверенность в себе. Готовы, насколько это возможно. Готовились не один год, а уже два. Поэтому тут все получится. Насколько рассчитываешь не писать баллов? Рассчитываю больше 85 минут, как получится. Юлия Владимировна Михеева. Вот она замечательная учителька, которая привела нам любовь. Прямо, в свою языку, наверное, еще с шестого класса, как к нам пришла. Паспорт, ручка, знания – универсальная формула госэкзамена по всей России. Мобильный не пройдет. Выпускников строго досматривают. За годы существования ЕГЭ подростков поколения детей, которые рассчитывают только на себя. Все пункты проведения экзамены переведены на новую технологию. Когда экзаменационные материалы не доставляются заранее, а распечатываются в присутствии участников ЕГЭ. За выпускниками – тотальный видеоконтроль. Запись ведется в каждом кабинете, и это не только защита от нарушений. В спорных случаях это видео поможет выпускнику. Родители прямо во время экзамена могут посмотреть на портале «Смотри ЕГЭ. Как дела у ребёнка». Видеокамеры все работают в системе онлайн. «Смоленск» просматривает все пункты области. И «Москва» просматривает. Поэтому каждый ребёнок просто как на ладони. Окончательные результаты будут готовы 25 июня. Продолжение следует...